Здравствуйте! Вы смотрите проект «Север. Это судьба» и сегодня мы встречаемся с министром спорта Мурманской области Светланой Ивановной Наумовой. Здравствуйте! Здравствуйте! Физкульт, привет! Практически, да. В хорошем настроении, всегда в тонусе. Слушайте, ну вы марафонец. Вот скажите, пожалуйста, сколько вы уже служите, так сказать, функционерам спортивным? Так хочется сказать, столько людей не живут, но на самом деле более 30 лет. Ну это же марафон. Многие сходят с дистанции, а вы выбрали темп. Ну, наверное, сходят с дистанции идти, кому не нравится работа. У нас все-таки работа такая живая, интересная, поэтому ты развиваешься в процессе даже 30 лет. Каждое, не то что десятилетие, а пятилетие какие-то вызовы по отрасли, ты вынужден ему соответствовать, и, естественно, тебе интересна эта работа. То есть это не такая незаскорузлая работа изо дня в день, одно и то же. А вы из спортивной семьи? Я скажу из физкультурной. Больше у меня, наверное, папа занимался футболом, такой физкультура. Мама особенно нет, у нее все-таки труд такой деревенский был, она родилась в деревне, в Белоруссии, в Могилевской области, поэтому там люди, которые выросли в деревне, фору дадут всем спортсменам. А что их привело на север? То есть здесь познакомились мама с папой? Мама с папой познакомились здесь, папа приехал из Арзамаса, Нижегородской области. Мама приехала сюда за сестрой, которая здесь вышла замуж, муж был моряк. И она приехала просто посмотреть город, ей понравилось, ну и потом все равно старшая сестра, как опора в дальнейшем. Папа был строителем, монтажником, и познакомились на встрече где-то на дискотеке, как они говорили. Ну и вот стали встречаться, и потом появилась я. А вы единственная в семье? Скажите, пожалуйста, а вот как строитель-монтажник, он мог рассчитывать на жилье в тех домах, которые строил, или он промышленные объекты строил? Как у вас вообще квартирный вопрос был решен? Нет, дома, нет, не был решен, как и, наверное, у всех тогда были все равно очереди на жилье. Мама, например, получила уже жилье после того, как отца не стало, это в 80-х годах было. А жили мы тогда в гостинке, я еще до восьмого класса жила с родителями гостиного типа на Свердлого. А гостинка это, простите, как? Ну, это несколько семей, один коридор и несколько семей. И общий туалет. Общий туалет. И общая кухня. И общая кухня. То есть коммуналка, вот мы подевали, питерская. Я помню, когда мы получили отдельную квартиру и переехали на Крупскую, я рыдала. Рыдала, потому что атмосфера вот такая, знаете, как в спорте, наверное, командная, когда можно прийти, всегда было выйти на кухню, там что-то послушать, поговорить, накормят и поймут. И вот это такая была, ну, хорошая, теплая атмосфера. А что вас держит на Севере? Это количество вот контактов, эти горизонтальные связи? Вот вы чувствуете себя прям вот укорененной? Ну, сейчас да, хотя тоже, наверное, не всегда было, потому что в детстве возвращаясь из отпуска, тоже так, ой, в этот холод. Потом как-то меняется отношение. Ну, Север, я не знаю, моя малая родина, место силы, где ты заряжаешь свои внутренние батарейки. Вот, и сейчас чаще выезжаешь в какие-то другие регионы, ты понимаешь, что лучше Мурманска нет. Особенно, когда прилетаешь с командировки, наш воздух. Вот, поэтому мне нравится здесь жить. Извините, я не уточнила по поводу там семьи, детей, вот насколько... Семья у меня была, муж, к сожалению, умер в ковиде. А двое детей, сын и дочь, оба учатся сейчас в Санкт-Петербурге, выбрали техническую специальность для себя. Вот, сын женился, у меня есть внучка, вот. А дочка учится на втором курсе. А есть вообще шанс заполучить их обратно? Или хочется все равно, вот, мир посмотреть, там, попробовать себя в крупных городах? Ну, я считаю, что у них должен быть выбор, наверное, как и у всех. Вот, но я хочу сказать, сын, сына точно не отпускает в Север, потому что вот внучке 7 лет, они все отпуска здесь. Неважно, лето, зима, они все здесь с семьей. Вот. Он спортивный у вас тоже? Он спортивный, ну, и дочка, и сын занимались, я уже отдавала спортивную школу, занимались плаванием. Сын уже в институте занимался рукопашным боем, полевой стрельбой. Вот, сейчас он инструктора вводит там, ну, хотя, помимо основной работы, является инструктором по специальной подготовке, поэтому это уже его как хобби. А вот скажите, для вас работа – это как работа, или это действительно любимое дело? Вы уже, наверное, ну, не чувствуете, да, где она начинается, где она заканчивается? Ну, она любимая работа всегда была, потому что здесь интересно. Я хочу сказать, что люди, которые, ну, приходили когда-то там в Министерство спорта, и мы общались, например, там, ну, не знаю, по разным каким-то проведениям. Те, кто сопряжены, например, с работой в... Ну, например, там в правительстве, кто проводит совещание, они там присутствуют где-то. Сторонние, я имею в виду, не у нас работающие люди. Вот, и приходят на спортивное сооружение, например, в Долину Уюта, и все отмечают, слушайте, совсем другая энергетика, живые люди, эмоции. Поэтому, конечно, ну, просидев 10 часов на совещаниях, или прийти, где есть эмоции, люди, есть успех, там, крики, окрики все, там, класс, давай, давай, быстрее, мы тебе... Конечно, эмоции. Вот, то, что, то, зачем, наверное, каждый идет, например, как зритель на соревнования, да, за эмоции, получить эту эмоцию. Вот этот спорт, спорт дает эту эмоцию, поэтому люди тоже отмечают, что отрасль очень классная. Для меня это, конечно, любимая работа. Мы, зрители, да, журналисты, видим только витрину, когда вот он же спортивный праздник, такое, то есть мероприятие, да, гости, флаги. А расскажите какую-нибудь историю, вот, что остается за кадром? Вот, чтобы наши зрители прониклись спецификой работы и сложностью. При организации любого мероприятия, если надо взять лопату, и вот не хватает снега, надо кидать, чтобы было, в принципе, на ложне дружбы, я это делала вместе со всеми. Брали лопаты и кидали снег на тело трассы, потому что это, в принципе, трассы, которые делаются раз в году для проведения этого мероприятия. Это не спортивный комплекс, где выходит там снегоуплотительная техника. Много ручного труда, поэтому ничего такого нет, что бы я, например, могла не сделать. Судейство соревнований, ну, это все, когда был совсем юным и начинал работу в отрасли, поэтому все этапы я прошла как организатор. А скажите, пожалуйста, вот появление здесь Чибиса и формирование команды изменило как-то темпы? Безусловно. Трассу, маршруты вот этого залега? Ну, изменило, скажем так, наверное, качество подготовки и проведения мероприятий. Для меня, например, удивительное было первое, что я столкнулась, когда мы как раз готовили праздник Севера, что нам надо было сформировать новые макеты и согласовать эти макеты, например, по грамотам, грамоты макетов, значит, с Андреем Владимировичем. Для меня это было удивление губернатору. Вот грамоты, да. И даже это немножко как-то, ну, не то, что там возмущало где-то, раздражало всех, ну, там, да ну, это такая мелочь. А потом поняли, что здорово, что мелочей нет. Потому что от этих мелочей потом складывается общая картина праздника Севера. И сейчас слышим отклики от многих участников мероприятий, от зрителей, о том, что качество организации мероприятия на высоком уровне, и церемонии открытия-закрытия, и призы, и подарки. Поэтому это вот все от мелочей, из которых складывается большое дело. Кроме внимания к мелочам, что еще было привнесено за последние годы? Появились новые проекты, которыми мы гордимся. Ну, Сопки Спорт, народный тренер, народная команда. Создали, например, Сопки Озера совсем недавно, да, тоже проект новый. Я считаю, что школьный спорт, мы сделали прям большую работу, совместную перезагрузку. То есть у детей появился мотив идти в эти секции уже в самих образовательных школах, участвовать в Кубке губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов, получать гранты, найти гранты, улучшать работу, покупать форму, ремонтировать спортивные залы, выезжать на какие-то межшкольные соревнования. Вот. Сейчас амбициозная задача, конечно, перезагрузка студенческого спорта, потому что здесь тоже есть где развернуться со своей работой. В этом году спортивные клубы тоже получили гранты из областного бюджета. И вот наша задача провести арктический фиджитал фестиваль в ноябре месяце среди студенческих клубов. Спортивным стало быть модно, скажем так. И поэтому здесь неважно, чем ты занимаешься. Главное, как ты себя ощущаешь, свое тело при занятиях спортом. Спорт вообще, на мой взгляд, дает много любому человеку. Это, в первую очередь, хорошие эмоции, это дисциплина. Помимо того, что любое занятие, которым занимается человек, оно еще и влияет на гормональную основу человека. Помимо ваших желаний. То есть вырабатываются так называемые гормоны радости, эндорфины, окситоцины, дофамины. Все это нейромедиаторы, которые влияют на положительное, на вот на здорово, я молодец, что позанимался. То есть, если даже какой-то нагоняй на оперативке в адрес... Иди заниматься спортом, точно, выгонишь через занятия всю энергетику отрицательную. Вы утро с обежки начинаете? Да нет, конечно. Слава богу. Утро начинается с уставной гимнастикой. Знаете, приходит время, когда это надо делать еще не вставая с постели. А вы помните день, час, обстоятельства, при которых губернатор принял решение сделать вас министром? Это было в 21-м году. Но я предлагала на свое место других людей. И когда Андрей Владимирович меня вызвал, я сказала, что, Андрей Владимирович, вам надо работать с людьми, с которыми вам комфортно. Так бывает. Человек может хорошо работать, но бывает еще и какие-то, наверное, мне кажется, энергетика какая-то между людьми. Вот Андрей Владимирович сказал, мне с тобой комфортно работать. После этого я стала министром. Насколько много звездных имен в вашей записной книжке, в телефоне? Вы знаете, я не считала, но ее очень много. Но я очень дорожу взаимодействием, например, с Еленой Валерьевной Вяльбе. Считаю, что это такие вот хорошие человеческие отношения у нас с ней. Помимо того, что это легендарная личность в спорте. Ну и Алексей Петухов, наш земляк, который сейчас мой коллега, министр спорта Курской области. Когда начинал свою работу еще в Курской области, он часто звонил, советовался. Сейчас мы уже где-то наравне советуемся. А как у тебя? А как ты? А как вы это сделали? Поэтому это приятно. Анна Багалий, которая тоже приезжает в регион, где, в принципе, прошла большой путь спортсменки и стала двукратной олимпийской чемпионкой, возвращается со своими проектами уже. Вот, например, Кубок Багалий. Мы дважды, трижды, вернее, проводили на территории Мурманской области. Я в любой момент могу им позвонить. Давайте послушаем. У нас там большая группа ваших болельщиков и поддержки. Я предлагаю смотреть включение и какой-то комментарий оставлять. Со Светланой Ивановной мы уже знакомы много лет. Я хорошо помню, когда она впервые стала работать в областном спорткомитете, еще инструктором, и прошла этот долгий путь в области физической культуры и спорта от инструктора до министра спорта. Что отличает Светлана Ивановна? Это, прежде всего, человечность. Замечательный человек, скромный, принципиальный, способный услышать того, с кем разговаривает, ну и по возможности, конечно, помочь. Когда ты приезжаешь в министерство спорта, то есть были такие моменты, когда она действительно помогала, даже могла накормить. Такие вот, когда ты ходил там голодной, то есть она могла тебя посадить, тебе что-то дать, чтобы ты поел, видя, что ты из другого города приехал. То есть такие вот человеческие качества. А когда она уже стала министром спорта, конечно, она стала более жесткой, но это правильно, более жесткой к людям, более требовательной, потому что, естественно, что на такой должности нельзя проявлять какую-то мягкость, но довольно все равно вот эта вот присущая какая-то гибкость в решении каких-то вопросов, она все равно осталась. То есть с ней можно сесть, договориться о решении какого-то вопроса. Я не вижу, чтобы это вот действительно были какие-то проблемы в плане вот именно... С одной стороны, вот я хочу сказать, что есть и жесткость, и требовательность. С другой стороны, присутствует довольно-таки гибкий подход. Про Светлану Иванову можно сказать, что это министр с человечным лицом. И, наверное, человек, который прошел путь от специалиста до министра, он, наверное, таким и должен быть. Поэтому здесь человек, который на все вопросы, кем бы ты ни был, простой это житель или, допустим, чиновник определенного уровня, Светлана Ивановна ко всем относится одинаково. Она доступна для всех и всегда очень удивляется, когда ей говорят, что Светлана Ивановна там до вас не достучаться. Ну, она везде всегда и в соцсетях отвечает, и на телефонные звонки, и в таком доступном, ну, в общении всегда, поэтому, так сказать. А человек, она на самом деле открытый и радеющим за развитие спорта, причем как спорта высших достижений в Мурманской области, так и за развитие массового спорта для людей, чтобы они занимались спортом, вели здоровый образ жизни. И вот, ну, наверное, при ней, как никогда, у нас расцвел наш такой замечательный праздник Севера. Она крутая. Она очень целостный человек, очень требовательный человек, очень обладающий большими компетенциями. И даже невзирая на то, какое бы мы ни сделали мероприятие, как нам кажется, это суперкруто, супервеликолепно и прекрасно, она всегда скажет, что а вот в этом моменте можно было бы доработать и сделать бы вот так. То есть она обладает не только общим видением, и еще она обладает тонким таким чутьем руководителя, который понимает, что здесь вот можно бы отпустить, например, вожжи, а здесь надо наоборот сказать, что вот здесь, ребята, надо отработать вот так, так и так, потому что это требует ситуации, это требует такое-то мероприятие. И это очень круто на самом деле. Правду? Ух! Ну, я думаю, что, наверное, да, они меня такой видят, конечно. Конечно. Но я хочу сказать, что все результаты, безусловно, это итог командной работы, потому что вот все люди, которые отзывались, они состоялись в спорте, как тренер, и Андрей Иванович Кныр, и Борис Федорович Аник, они уже мэтры спорта, в своих видах спорта. Вот. Денис, он, конечно, они все сами крутые, вот, с ними приятно работать, но когда мы говорим о критике, мы все-таки понимаем, что на критике мы растем. Если мы просто будем хлопать в ладоши, как все здорово прошло, и все, и себя хвалить, то, ну, понятно, что мы остановимся в своем развитии. Поэтому, конечно, любое проведение мероприятий требует оценки, анализа, потому что вот эта эйфория, она проходит, и потом все равно ты остаешься, начинаешь там, вот здесь вот надо было, вот тут не досмотрели, вот тут не досмотрели. До идеала довести все, ну, как бы, наверное, невозможно никогда. Вот есть спортивный календарь, а вот календарь министра годовой, когда вы себе можете отпуск позволить? Что это такое? Даже все время... А, нет у вас уже? Что это такое? Мне кажется, сейчас, ну, у руководителя, ну, максимум, не знаю, там, две недели, и то в эти две недели ты все равно остаешься на связи с коллективом, потому что те задачи и вот, ну, те вызовы, которые сейчас есть перед каждой отраслью, они, конечно, требуют вовлеченности 24 на 7, как бы это громко не звучало. Более того, когда руководитель, если вдруг выключается из этой деятельности, например, мне лично некомфортно, потому что ты приходишь как в вакууме, как будто все с чистого листа. Поэтому, ну, важно, и для, наверное, больше даже для внутренней какой-то уверенности. Вот, хотя я соглашусь, что, наверное, надо переключаться, чтобы не было какого-то выгорания, но мне так комфортно. Я помню, в разговоре с одной знакомой как раз общалась, я говорю, она говорит, слушай, ну, вот хочется там месяц, я говорю, я вот как-то через 10 дней некомфортно себя чувствую, надо, она говорит, ну, раз, год прошел, отпуска нет, она говорит, боженька, я тебя услышал. Вот, поэтому вот так. Так приедет этим летом внучка твоя? Да, приедет в августе месяце, она сейчас как раз уже закончила садик, пойдет в этом году в первый класс, поэтому в августе месяце они приедут, да. Уделите время ребенку? Я, ребенок, или по объектам пойдет? Ребенок, ребёнок меня, во-первых, ребёнок меня видит, я её всегда беру на все соревнования, она у меня тут тоже и встала на лыжи, и на горные лыжи катается уже, вот, поэтому она, в принципе, такая очень активная, физически такая, боевая, вот, ну, а если вот так вот в режиме каждого дня, то я прихожу в 9, в начале 10, редкий случай, когда в 8 часов, и поэтому, конечно, она мне всегда дожидается. Вечера? Вечера. А, ну, благо, полярный день, ну, в августе уже будет смеркаться. Грибы, ягоды, вообще заготовки вы себе позволяете? Да, да, езжу, но не так часто, как раньше это было. Мы начали говорить об этом, потом мы шли в сторону. Ваш первый день работы в качестве инструктора в долине уюта, это какой вообще был год, и как тогда выглядела долина? Это был 86-й год, и Владимир Васильевич Яковлев работал тогда, руководил долиной уюта, уже такой опытный, возрастной управленец. Для меня, ну, первое, конечно, шоком, потому что ты приходишь, ты же, ну, как бы, без знаний особых, да, но были хорошие наставники, которые, ну, просто говорили, что входит там в должность, например, инструктора. А что вы должны были делать? Вот вы пришли. Ну, у меня была, например, организация работы, тогда было со спортсменов, водили и возили в кинотеатр, организовывать какие-то такое, знаете, мероприятия, которым они посвящали свое свободное время, которого тоже мало, кстати, было, но тем не менее, и это было в летний период. Я изучала, безусловно, и документы надо изучать, все равно так или иначе, ты как инструктор, у тебя должны быть, что регулируют, какие документы регулируют твою работу, то есть там всякие инструктажи, ну, вот такое, то, что можно было доверить пока человеку, который не имеет образования. А потом, ну, наверное, ну, не наверное, а скорее всего, с учетом твоих личных качеств, ты, ну, как бы набираешь новые компетенции, новые навыки, посмотришь, послушаешь. Ну, был какой-то знак, что вот это судьба, вот теперь спорт, это навсегда. Ну, кто там в детстве смотрит за знаками, ну, не в детстве даже, но в юности, ну, нет, конечно, нет, я думаю, что это вот, у любого человека, наверное, есть своя судьба, но нам кажется, что это может сложиться вот так или иначе, но я вот, например, верю в судьбу, поэтому сложилось так, как оно должно было сложиться. Хотя в 19-м году меня приглашали министром в Великий Новгород. У меня коллега, с которой мы тоже до этого работали, она стала заместителем губернатора в Великом Новгороде и долго не могла найти руководителя. Она мне каждый раз говорила, да ладно, бросай там север этот, давай переезжай. И? Вот. Ну, и я, естественно, позвонила своему старшему товарищу, Владимиру Алексеевичу Логинову, вот, ну, посоветую, я говорю, Владимир Алексеевич, вот так и так. Он говорит, слушай, ну, мое мнение, ты все равно будешь там чужая, потому что общество спорта или такие вот физкультурники, они очень тонко чувствуют все равно свой-чужой. Вот. И тебе надо будет долгое время, долгое время еще доказывать, работать, что ты там своя. Здесь, на севере, надо. Ну, и, безусловно, у меня дети здесь учились, и как-то, знаете, срывать детей уже посреди школы, когда они там заканчивали, не очень хотелось. Мама здесь, поэтому такая, знаете, я вот корнями в севере. Мама жива? Да. Мама гордится, Светлана Ивановна? Мама гордится, но она ждет, когда же будет свободное время. Вот. Я, конечно, езжу к ней, стараюсь звонить каждый день, но вот так свободно прямо общаться, как это мы делали, когда я была там инструктором или там специалистом первой категории, конечно, нет. Вот вы сами сказали, что спортсмены, физкультурники, они очень чувствительны, свой-чужой. Отношение к губернатору, Андрею Владимировичу Чибису. Ну, во-первых, Андрей Владимирович очень доступный человек, как руководитель, и он откликается, ну, то есть, вот у нас с его приходом... Своим-то признали? Ну, конечно, конечно. Ну, во-первых, он, еще раз говорю, все смотрят на открытость человека, на то, что он делает для отрасли, ну, для отрасли, я хочу сказать, спортсмены так точно оценили увеличение как раз выплат ЕДВ теперь не только олимпийским, но и неолимпийским. Расшифруйте, пожалуйста, единовременная выплата за результаты, показанные на соревнованиях. Например, чемпионат России раньше было 50 тысяч, сейчас 500, причем получает и спортсмен, и тренер. И у нас зачастую выплаты конкурируют даже с выплатами в Москве олимпийских игр, то есть международные старты, там, по 4 миллиона, поэтому... Так, продолжайте перечислять выплаты, так, что еще хорошо? Выплаты, ну, я хочу сказать, что в отрасли спорта каждый год у нас есть хорошая динамика, стабильная по финансированию, которая идет на что? На выезды, на экипировку спортсменов. Опять же, народный тренер, народная команда, поддержка таких инициатив, инициатив северян, которые занимаются в свое удовольствие спортом, ну, физической культурой. Гранты, которые у нас впервые появились с приходом Андрея Владимировича, то есть вот, опять же, «Сотки спорт», проект, как-то такой, стал действительно брендом не только у нас, а и за пределами Мурманской области на одной из выставок форум «Россия – спортивная держава» было отмечено и форум «Спорт B2B», где мы второй год подряд получаем уже такую цитоэтку за лучший инфраструктурный проект, потому что это быстро, это самое главное, что быстро, потому что любая инфраструктура, строительство – это долгий процесс, нудный, не всегда зависит от твоего желания, от строителей, от каких-то нюансов по проекту, то есть все это долго, сложно, от технического присоединения и все остальное, поэтому здесь мы даем вторую жизнь помещениям, которые пустовали условно в муниципалитетах, брендируем в единый стиль, чтобы он был узнаваем, то есть перемещаясь по Мурманской области из муниципалитета в муниципалитет, те, кто хотят заниматься спортом, у них есть условия, это узнаваемые способки спорт. Роскошные тренажеры, я помню в прошлом году, когда мы делали в Умбе, подрядчик разгружал в маленьком населенном пункте, он говорит, зачем вам такие дорогие тренажеры классные, мы хотим, чтобы такие условия были везде, не только в городе Мурманске, в том числе и в малых населенных пунктах. В этом году у нас СОПАК «Спорт» появится уже практически во всех муниципалитетах, 21 штука целая, и, конечно, самое главное, бесплатная доступность молодежи от 14 до 35 лет, хотя тоже были споры, что, может быть, уже в 25 они могут и сами заплатить за этот абонемент, и пусть они ходят платно, но нет, опять же, решением губернатора было, что для молодежи должны быть условия. Как этого не замечать? Конечно, замечают, поэтому и свой, Андрей Владимирович. Спасибо большое, Светлана Ивановна. Пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...